Секреты применения черного перца. Эта уникальная специя есть практически у каждой хозяйки на кухне, но при этом мы мало знаем про его лечебные свойства. Итак, знакомьтесь, перец черный, ладпайпер нигрум, это многолетние вьющиеся растения. Родина черного перца, Индия, Малабарское побережье, его называют «малабарской ягодой». В Индии он входит в число пяти основных потребляемых специй, черный перец, куркума, перец чили, имбирь, кардамон. Его называют «королем специй». В средние века перцам давали взятки, одаривали дорогих и именитых гостей, собирали приданное дочерям. Растение культивируется ради плода, из которого путем различной обработки получают такие пряности, как черный перец, белый перец, зеленый перец и розовый перец, под названиями зеленый перец и розовый перец. Интересно, что эти виды перца являются плодами одного растения. Черный перец очень ценится в аюрведической медицине за свои свойства. На санскрите черный перец называется марича. Это одно из имен Солнца, и черный перец получил это название благодаря тому, что в нем сконденсировано огромное количество солнечной энергии. Он питает и поддерживает ткани организма, усиливает огонь пищеварения. Черный перец содержит протеины, жир, минералы, железо, фосфор, кальций, клетчатку, углеводы, каротин, тиамин, рибофлавин, ниацин, алкалоиды, сырой пеперин, пеперин, смолы, нитроген, жирное и эфирное масла. Основное вещество, составляющее 35-56%, а иногда и до 63%, это крахмал. В перце содержится в три раза больше витамина С, чем в апельсине. Влияние на души, снижает вату и капху, повышает питту, вкус, острый, энергетика, согревающая. Применяется для улучшения кровообращения, для улучшения пищеварения, стимулирует аппетит, снимает чувство тяжести после еды, активизирует обмен веществ при коликах как ветрогонное средство, при болях в желудке, гастрите с пониженной секрецией желудка, но только вне стадии обострения, облегчает желудочные спазмы при тошноте и сжоге, при запорах, вялой работе кишечника, для стимулирования деятельности почек, как слабая мочегонная при болях в мышцах, артрите, ревматизме, растяжениях, артрозах, уменьшает боль и жесткость мышц. Стимулирует кровообращение и приток крови к больным местам, при респираторных заболеваниях, кашле, насморке, при герпесе. Снаружи подсушивает герпетические пузырьки, заживляет кожу и слизистые, а изнутри восстанавливает, как иммуностимулятор, повышает сопротивляемость организма к вирусам, при головной боли, мигрени, головокружении, слабости, снимает спазмы сосудов, при анемии и после больших потерь крови, ускоряет образование красных клеток крови за счет стимулирования селезенки, для очищения и оздоровления организма, выводит из организма вредные вещества и стимулирует синтез полезных. Наталья Минченко, собака ZV, нижнее подчеркивание, Айерведа. Субтитры создавал DimaTorzok